Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вольная Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Товарищ адмирал! Войска Хабаровского гарнизона Для парада В ознаменовании 67-й годовщины Победы Великой Отечественной войне Построены Командующий парадом Генерал-майор Дворников Играет музыка Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Великой Отечественной войне! Великой Отечественной войне! Здравствуйте, офицеры и дальневосточники! Здравия желаю, товарищи гвардейцы! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, морские пехотинцы! Я желаю, товарищи гвардейцы! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, воины и мотострелки! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, воины и мотострелки! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, воины и мотострелки! Здравствуйте, воины и мотострелки! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас в 68-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас в 67-й годовщиной победы! Ура! 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 КОНЕЦ Вольно! В ноги! Вольно! КОНЕЦ Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, Уважаемые ветераны, кабаровчане и гости Краевого Центра! Поздравляю вас с 67-й годовщиной Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне! С Великой Победой Великого Народа! С Победой справедливости над злом и насилием! Свободы над порабощением! Жизни над смертью! Победа возвысила нашу страну, прославила народ, сплотила и закалила его! Это надало нам должность мирно жить и созидать! Мы хорошо знаем цену Победы, помним о миллионах погибших, о разрушенных городах и сожженных селах, обо всем, что мы тогда потеряли! Воистину, в этом празднике навсегда сложились величия и печали! Соединились народная гордость и народная память, блеск орденов и слезы ветеранов! Долг и труден был путь Победы! Бесконечно много вместили в себя военные годы, боль утрат и радость успехов! Отвагу ожесточенных сражений и скромное величие трудовых будней! Главную тяжесть в войне с фашизмом вынес на своих плечах Великий Советский Союз и его вооруженные силы! На советско-германском фронте Третий Рейх понес свыше 70% всех своих потерь! Разгромлено более 500 немецких дивизий и 100 соединений стран-сателлитов Германии! На всех фронтах и флотах доблестно сражались дальневосточники! Сформированные на Дальнем Востоке соединения достойно сражались под Москвой и Ленинградом! Под Сталинградом и на Курской дуге участвовали в Днепропетровской битве! Наши земляки освобождали Варшаву, Будапешт, Прагу, Вену и Кёнигсберг! А морской пехотинец Мелитон Кантария водружал знамя победы над поверженным Рейхстагом! Поистине трудовой подвиг во имя победы совершили труженики Хабаровского края, жители города Хабаровска! В невероятно тяжелых условиях военного времени рабочие, колхозники, инженеры обеспечивали фронт всем необходимым для разгрома врага! И сегодня, спустя 67 лет, мы чтим личный подвиг каждого, кто погиб, защищая Отечество! Вспоминаем и тех, кто героическим трудом поднимал из руин города и села, строил мирную жизнь! Память о них достойно хранит сегодняшнее поколение россиян! Эта память обязывает нас не забывать уроки Великой Отечественной войны! Крах фашизма должен стать предупреждением тем, кто вновь пытается возродить нацистскую идеологию, кто сеет расовую вражду и экстремизм! Уважаемые ветераны, вы победили в самой кровопролитной войне 20 века! В войне за суверенитет и независимость нашей Родины! Низкий поклон и благодарность всем вам, кто выстрадал и заслужил победу! Ваши героические традиции стали духовным стержнем российской армии! Армии, которая развивается, приобретает новый современный облик! Сегодня история тех огненных лет находит свое продолжение в буднях воинов-дальневосточников, которые с честью отстаивают национальную безопасность России, ее государственные интересы на дальних рубежах Отечества! Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны! Долгих лет жизни вам и благополучия! С праздником, дорогие хабаровчане и гости Краевого центра! Да здравствует 67-я годовщина победы в Великой Отечественной войне! Слава ветеранам-фронтовикам! Слава народу-победителю! Ура! 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 Россия священная наша держата! Россия любимая наша страна! Слава народу-победителю! Ура! 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 Слава народу-победителю! Ура! 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 Слава народу-победителю! Ура! 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 Слава народу-поредителю! Ура! 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 Парад! Бирно! Торжественного маршу! Воротно, на одного линейного дистанции Первая рота прямо, остальные направо На плечо Уравнение направо, шагом, пульс Открывает парад войск поваровского гарнизона Рота барабанщиков Тихоокеанского краснознаменного ордена Кутузова Второй степени окружного учебного центра Перед трибуной идет знаменная группа Знамя победы – это символ, где заключается судьба десятков миллионов людей Боль, слезы, кровь и лишение многочисленных народов нашей планеты Это знамя олицетворяет собой не только военную победу Но и грандиозный успех всего человечества Для Советского Союза, а теперь и Российской Федерации Знамя победы стало достойным искреннего поклонения государственным символом Перед трибуной проходит рота почетного караула Восточного военного округа В стране родной спокойно строить можно Большое счастье людям на века Несут назор в краю таежном Краснознаменные войска Перед трибуной проходит сводная рота офицеров штаба управлений, отделов и служб Ордена Ленина Краснознаменного Восточного военного округа Войска округа, сформированного в 2010 году, дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации Общей площадью 40% территории России На центральной площади краевой столицы Сводная рота парадного расчета Краснознаменного объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Которым командует заслуженный летчик России Генерал-майор Гронов Сергей Владимирович Под звуки торжественного марша в парадном строю проходят наследники прославленной 22-й стрелковой дивизии Военнослужащие отдельного, дважды краснознаменного Краснодарско-Харбинского полка морской пехоты Тихоокеанского флота Сформированного в 1918 году В парадном строю проходит личный состав отдельной мотострелковой бригады Товаровского гарнизона Соединение сформировано 1 июня 2009 года И является наследником боевых традиций 3-й ударной армии Овладевшей столицей фашистской Германии городом Берлина в мае 1945 года И водрузившей стабёна над Рейстагом Мимо трибуны, печатая шаг, проходит батальон воздушно-десантских поезд Восточного военного округа Которым командует подполковник Гордешов Михаил Иванович Участник боевых действий против незаконных вооружённых формирований в Чеченской республике Командование Восточного военного округа доверяет им важные и ответственные задачи Которые они выполняют с честью не только в повседневной уровне, но и в реальной боевой обстановке В строю идут воины-десантники, принимавшие активное участие в боевых действиях на Северном Кавказе Сержанты Александр Москвитин, Алексей Москалёв, Александр Дилигур В этот день личный состав батальона с гордостью чествует ветеранов На марше сводный батальон седьмой отдельной ордена Трудового Красного знамени Железнодорожной бригады Восточного военного округа Сформированная в конце 30-х годов прошлого столетия Соединение в годы Великой Отечественной войны Выполняло боевые задачи в составе Юго-Западного фронта После военной годы восстанавливали разрушенные врагом железные дороги В годы мирного строительства развивали железнодорожную сеть страны Строили Байкало-Амурскую магистраль Перед вами парадная рота спасательного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям России Командует парадной коробкой командир части Полковник Богданов Владимир Александрович Войсковая часть образовалась в 1962 году в городе Балашихо Личный состав бригады одним из первых принимал участие В ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф Произошедших в дальневосточном регионе На марше парадный расчет центра связи Специального назначения федеральной службы охраны российской федерации Созданного в 1970 году Его основной задачей является обеспечение специальной полевой связью Президента Российской Федерации Должностных лиц федеральных органов государственной власти Командование объединений вооруженных сил Российской Федерации Восточном военном округе Мимо трибуны проходят подразделения Восточного регионального командования Внутренних войск Министерства внутренних дел России В прошлом году внутренние войска отметили свой двухвековой юбилей На центральной площади города Хабаровска Парадные роты курсантов дальневосточного юридического института МВД России Который является единственным образовательным учреждением в регионе Готовящим кадровых сотрудников по специальностям Юриспруденция, правоохранительная деятельность Правовое обеспечение национальной безопасности Для органов внутренних дел Дальневосточного федерального округа Вдоль трибуны проходят курсанты Хабаровского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации Единственного высшего учебного заведения в дальневосточном регионе Сибири Которое готовит квалифицированные офицерские кадры для органов государственной безопасности Первым начальником пограничного института был герой Советского Союза Генерал-майор Бубенин Виталий Дмитриевич Участник легендарных событий на острове Даманском в 1969 году С июня 2008 года институт возглавляет кандидат экономических наук Доцент, кавалер орденов за службу Родине в вооруженных силах СССР в третьей степени Красной звезды, медалей за боевые заслуги За отличие в охране государственной границы Генерал-майор Полянский Михаил Васильевич Среди обучающихся в институте более 70% дальневосточников Парад войск продолжает боевая техника воинских частей Хабаровского гарнизона Открывает парад боевой техники Танк Т-80 имеет на вооружении 125-мм пушку, пулемет ПКТ, зенитный пулемет Танк Т-80 является одним из основных бронированных машин сухопутных войск Предназначен для борьбы с бронированными объектами и живой силой противника Боевая машина пехоты имеет на вооружении автоматическую 30-мм пушку Пулемет ПКТ ПТУР является основной бронированной машиной для мотострелковых войск Продолжает парад бронированная машина повышенной проходимости БТР-80 Которая предназначена для транспортирования мотострелков Их огневой поддержки при действиях в пешем порядке И ведение боя непосредственно из машины, в том числе на плаву БТР вооружен двумя пулеметами Имеет пулестойкие пневматические колеса Специальные люки-двери Через которые мотострелки могут быстро покинуть машину в движении Противотанковые установки конкурс являются современным, высокоэффективным средством борьбы С бронированными целями А отличаются высокой пробивной способностью Надежностью в эксплуатации Минометный комплекс «Сани» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника Комплекс принят на вооружение в 1980-м году Дальность стрельбы от 480 до 7100 метров 100-миллиметровая противотанковая пушка «Рапира» Новизна и оригинальность конструкторско-технологических решений Широкая унификация деталей и механизмов Большие эксплуатационные возможности Высокая маневренность на поле боя Скорострельность Возможность применения в любых погодных условиях Возволили зарекомендовать орудие Как высокоэффективное средство борьбы с бронированными целями 122-миллиметровые гаубицы Д-30 Находятся на вооружении вот уже более 40 лет За счет своих конструктивных особенностей Обеспечивают круговое ведение огня И поражение наземных целей противника На дальности свыше 15 километров 152-миллиметровая гаубица Следующая ступень В развитии отечественных гаубичных артиллерийских систем Конструктивные технологические решения Поплотившиеся в изделии Позволили ей стать одной из лучших гаубиц в мире Создание гаубицы позволило расширить объем Решаемых артиллерией огневых задач Система залпового огня КРАД Одна из наиболее современных артиллерийских систем Залпового огня дивизионной артиллерии Способна поражать живую силу противника Артиллерийские минометные батареи Разрушать опорные пункты противника Является дальнейшим развитием легендарных «Катюш» Зенитно-ракетный комплекс ОСА-АКМ Предназначен для поражения низколетящих воздушных целей Летящих со скоростью до 500 км в час Отличается высокой мобильностью Автономностью боевого применения Возможностью преодолевать водные преграды Тактический ракетный комплекс «Точка-У» Предназначен для поражения живой силы И огневых средств противника Комплекс принят на вооружение в 1989 году Дальность полета ракеты от 20 до 120 км Ракетные бригады, вооруженные комплексом «Точка-У» Входят в состав армейского комплекта ракетных войск и артиллерии Пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС На вооружении с 1990 года Зенитный комплекс способен сопровождать и уничтожать до 6 воздушных целей одновременно Этот зенитно-ракетный комплекс один из лучших в мире А зенитный ракетный полк, где стоит на вооружении комплекс С-300 В соответствии с указом президента России С 1999 года стал гвардейским В торжественном блеске военных парадов И просто в строю, на плацу Мы звуком оркестра военного рады Он всем ритуалом к лицу Завершает прохождение Сводный оркестр Хабаровского гарнизона Под руководством начальника военно-оркестровой службы Восточного военного округа Майора Вадима Пахомова Легки дирижерские руки И выверен палочке жест И марша знакомой руки Призывно играет оркестр Нет, служба прошла не напрасно В походах и днем, и в ночи Свободно, распевно и властно Играют в строю трубачи Давай, дирижер, музыкантам команду Пусть медь звонких труб запоет Военная музыка, грусть и бравада Нас к новым свершениям зовет Война закончилась Но песней опаленной над каждым домом До сих пор она кружит И не забыли мы, что миллионы ушли в бессмертие Чтоб нам с тобою жить Они исполнили солдатский долг суровый И до конца остались родине верны И мы в историю заглядываем снова Чтоб день сегодняшний И перед днем войны Война закончилась И заживают раны И в день победы по восторженной земле Блестя наградами Парадами сшагают ветераны Фронтовики, герои, совесть наших дней Война закончилась Но память поколений Как фронтовая жизнь Вечна, тверда Нас никогда Никто не ставил на колени И не поставил Ни за что И никогда Парад окончен Но праздник Дня победы Продолжается Продолжается на улицах и площадях Продолжается в парках и скверах Где по традиции Ветераны войны встречаются друг с другом Встречаются с народом, с молодежью Праздник продолжится до позднего вечера А вечером над Амуром Распустятся цветы Праздничного салюта Салют народу Победителю Салют Дню Победы С днем 67-й годовщины Великой Победы вас Дорогие ветераны И труженики тыла С днем Победы вас Воины-дальневосточники Ветераны военной службы С праздником вас Жители и гости нашего прекрасного города До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok